Ветеран труда Гарри Вадимов, сам того не ожидая, приобрел в лице росгвардейца настоящего друга. При встрече расчувствовались оба. Ведь в тот момент, когда один погибал на глазах другого, нужно было что-то делать, пока не подъехала скорая. А 70-летний мужчина на улице Советской, теряя сознание, практически упал на автомобиль. Подхватил. Я ему единственное промотал вызовет скорую помощь. Он меня куда-то то ли отнес, то ли отвел, я уже, так сказать, не могу сказать. Посадил. И своими вопросами не давал мне уйти, уплыть. Фамилия, имя. Мне пришлось напрягаться и быть в сознании. До скорой дотянули. Врачи благополучно доставили больного в больницу. Там его выхаживали в течение 10 дней. Выписавшись, Гарри Камильевич решил найти своего спасителя. Пришел в ОВД и написал заявление, но абсолютно не мог припомнить черты лица росгвардейца. В памяти все же осталась форма молодого человека. А вот боец росгвардии хорошо запомнил того, кому требовалась срочная медицинская помощь. Да, конечно, я его узнал. Мне было очень приятно. И честно, такое ощущение, как будто, ну что-то родное, ну я не знаю даже честно. Просто не каждый день такие ситуации бывают, понимаете. И мне было очень приятно, что с человеком все хорошо, и он здоров. Встретились, пообщались, договорились теперь дружить. И чтобы, как в песне, мужская дружба, как скала, сильна, прочна, навек она. Да, конечно, мне очень будет приятно общаться с таким человеком. Мне очень приятно, что с ним все хорошо. Обязательно будем. До свидания. Созвонимся. Обязательно. Елена Авсецина, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.